В прошлом видео мы узнали, как двойная спираль ДНК, как эта закрученная веревочная лестница позволяет молекуле ДНК служить для передачи генетической информации из поколения в поколение. В этом видео я хочу еще глубже изучить этот вопрос и рассмотреть механизм наследования генетических признаков. И мы рассмотрим только основные принципы и не будем разбирать биохимические тонкости. Вот здесь у меня схематично нарисован фрагмент ДНК. В этом фрагменте 8 пар оснований. И, как я говорил ранее, ДНК не просто несколько таких пар. В одной молекуле могут содержаться десятки миллионов таких пар оснований. То есть на этом рисунке у меня очень маленький фрагмент цепочки ДНК в увеличенном масштабе. Повторюсь, это фрагмент молекулы, в которой не 7 или 8, а возможно 70 миллионов пар оснований. Вот такая схема. Теперь разберемся, как на молекулярном уровне происходит наследование информации. В первую очередь информация должна быть копируемой для того, чтобы ее воссоздать. Когда клетки делятся, то в каждой из них должен остаться одинаковый генетический материал. Но как же ДНК копирует себя? Этот процесс называется репликацией. Репликация начинается с разделения лестницы ДНК на две части. Давайте это изобразим. Возьмем левую половину. А теперь я скопирую правую часть. Имея на руках любую из половинок изначальной молекулы, мы можем восстановить ее вторую половину. В итоге у нас окажется две точные копии первоначальной цепочки ДНК. Разберем, как это сделать. Итак, получив вот эту половину, если смотреть с нашей стороны, она будет левой. Мы можем восстановить правую часть, обладая только вот этой информацией. А, то есть аденин всегда соединяется с Т, тимином. По крайней мере в ДНК. А тимин, в свою очередь, соединяется только с аденином. Гуанин соединяется с цитозином. А цитозин соединяется только с гуанином. Здесь я восстановил правую часть молекулы, имея перед собой только левую ее половину. Подрисую новый сахарофосфатный остов, желтым цветом. А здесь мы сделаем то же самое. Изначально нам будет дана только правая половина. Здесь все то же самое. Т, тимин, соединяется с А, аденином. И аденин, в свою очередь, соединяется с тимином. Гуанин соединяется с цитозином. И, наконец, цитозин соединяется с гуанином. Вот так. То есть мы взяли половинки вот этой лестницы и восстановили недостающую вторую половину. И это основной принцип, как происходит репликация ДНК до деления клетки. Дальше вы, наверное, скажете, какой смысл в репликации, если эту информацию нельзя считать и использовать для создания новых организмов, для определения их особенностей. Давайте теперь разберемся, как эти гены молекулы ДНК используются в организме. Здесь я вынужден сделать небольшое отступление. Часто приходится слышать термины, такие как ДНК, хромосома, гены, и кажется, что они обозначают примерно одно и то же. Они и правда связаны? ДНК означает буквально вот эту молекулу, у которой есть сахарофосфатный остов. Есть последовательность пар оснований, двойная спиральная структура. То есть вот такая длинная цепочка – это молекула ДНК. А если взять молекулы ДНК и упаковать с другими молекулами и белками в некую структуру более высокого уровня, получится хромосома. А под геном понимает участок ДНК, кодирующий определенный признак или кодирующий определенный белок. Например, вот это у меня цепочка ДНК, а вот этот участок, закрашенный оранжевым цветом, может быть отдельным геном. То есть этот участок хранит информацию для одного гена, а вот этот участок может определять некий другой ген. Гены могут быть длиной от нескольких тысяч пар оснований до нескольких миллионов. И как мы увидим дальше, процесс считывания информации из гена и превращения ее в молекулу белка, то есть реальное использование информации из ДНК, осуществляется при помощи другой, связанной с ДНК молекулы. Она называется РНК и расшифровывается как рибонуклеиновая кислота. Как вы помните, ДНК расшифровывается как дезоксирибонуклеиновая кислота, то есть сахар в остове РНК очень похож на сахар в остове ДНК, только в его молекуле на один кислород больше. Дезоксия означает без кислорода. Итак, R берется от слова рибоза, N от слова нуклеус – ядро, а буква K означает кислоту. Принцип сокращения тот же, что и у дезоксирибонуклеиновой кислоты. Какую же роль она играет в процессе использования зашифрованной в ДНК информации? Если взять эукаритические клетки, то есть те, где есть ядро, то в их ядре есть ДНК. В нем ДНК хранится надежно защищенное двумя мембранами, но информация из нее должна как-то покинуть ядро для того, чтобы ее можно было использовать. И одна из функций РНК как раз и заключается в том, чтобы скопировать информацию из ДНК как на матрицу и донести ее туда, где она будет использоваться? На рибосомы, чтобы дальше на ее основе синтезировался соответствующий белок. Такая РНК называется МРНК – матричная РНК. И процесс копирования информации с ДНК на матричную РНК называется транскрипцией. Чтобы разобраться в процессе транскрипции, возьмем половинку молекулы ДНК. Итак, у нас есть участок молекулы ДНК, вернее его половина, так же как при репликации. Но теперь мы хотим не просто скопировать вторую половину, нам нужно создать соответствующую молекулу матричной РНК. Для вот этого участка это может быть, например, некий ген. Принцип транскрипции очень схож с процессом репликации, только теперь мы создаем цепочку РНК, а конкретнее МРНК, которая вынесет эту информацию за пределы ядра. Процесс почти такой же, с одной единственной разницей. Аденин образует пару не с тимином, а с урацилом. В РНК вместо тимина используется урацил, но цитозин с гуанином соединяется так же, как и раньше. Итак, здесь создается матричная РНК, которая скопирует на себя информацию, а аденин соединяется с у урацилом. Здесь урацил, здесь урацил, тимин по-прежнему образует пару с аденином, гуанин по-прежнему образует пару с цитозином, а цитозин по-прежнему образует пару с гуанином. После этого эта двойная цепочка распадается, и получается одинарная цепь матричной РНК, на которой, как на матрице, отпечаталась информация из соответствующего участка ДНК. Теперь эта молекула может покинуть ядро и прикрепиться к рибосоме. Этот процесс мы подробнее рассмотрим в следующих видео. Суть в том, что на основе информации, записанной в МРНК, можно синтезировать белок. Как именно? Этот процесс называется трансляция. В процессе трансляции на основе последовательности оснований создается цепочка аминокислот. Белки представляют собой цепочки аминокислот. Возьмем теперь этот участок МРНК, только я перерисую его для удобства горизонтально. Разумеется, настоящая цепочка продолжится дальше. Очень важно точно определить начало. Это невероятно тонкий, при этом удивительно точно отлаженный процесс. Итак, каждый блок из трех оснований кодирует одну аминокислоту. Три идущих подряд основания… Возьмем для примера вот эти три. Можно сказать, каждое такое трехбуквенное слово называется кадон. И вот это будет следующий кадон. Дальше мы не писали, но тут будет еще один кадон из трех оснований. Сколько возможных вариантов кадонов может быть? У нас четыре основания, три места под них, значит получается 4 умножить на 4 умножить на 4 возможных, скажем так, кадонных слов. 4 на 4 на 4 это 64. Или, например, несколько разных кадонов могут кодировать одну и ту же аминокислоту. Итак, 64 варианта кадонов кодируют 20 аминокислот. Вот этот кадон при синтезе белка на рибосоме, я потом подробно расскажу про этот механизм, кодируют, например, некую аминокислоту номер 1. В действительности эту аминокислоту приносит сюда другая молекула РНК. До этого мы говорили о матричной РНК, МРНК. Но есть другая разновидность РНК, транспортная РНК. Она и приносит соответствующую кадону аминокислоту. Нарисую здесь нечто похожее на ТРНК. Она соответствует этому кадону. Скажем, здесь у нее А, У и G. А с этой стороны у нее аминокислота. И ТРНК приносит соответствующую аминокислоту. Дальше здесь будет еще одна молекула ТРНК. Она связана с некой аминокислотой номер 2. С этой стороны ТРНК соответствует этому кадону и прикрепляется к нему. А, А, У. И здесь образуется последовательность аминокислот. И если выстроить эти аминокислоты в цепочку, получится молекула белка. Белок представляет собой по сути цепочку из соединенных аминокислот. Молекула белков отвечает почти за все жизненные процессы в организме. Если вы съели мясо, оно состоит из жиров, белков и углеводов. Но кроме того, белки играют множество различных ролей в организме. Выступают как ферменты, формируют мышечные ткани и так далее. Я здесь нарисовал маленький участок, но белки могут состоять из тысяч аминокислот. Они образуют сложнейшие структуры и выполняют множество важных функций в организме. По сути, белки отвечают за жизнь нашего организма. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Мы будем рады услышать ваше мнение по поводу этого видео. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то напишите их в комментариях, и мы с удовольствием постараемся ответить на них.